Уходящий 2022 год для Совета ветеранов 8-го микрорайона выдался насыщенным. Ряды Совета пополнили около 100 человек. Ветераны встречались с депутатами и представителями городских организаций, проводили различные мероприятия, праздничные концерты и вечера. Члены Совета – это творческие, позитивные и активные люди, которые не хотят сидеть на месте. Я надеюсь, что также активно мы проведем и следующий год, который приближается, 2023, и также будем участвовать в разных мероприятиях, и также, зная о нашей деятельности, о том, чем мы занимаемся, к нам будут приходить новые люди. Подведение итогов уходящего года Саровской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов состоялось в Доме молодежи. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили тех ветеранов, которые на протяжении года участвовали в подготовке и проведении городских мероприятий, принимали активное участие в жизни организации. Председатель Совета ветеранов Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России Владимир Белин получил грамоту за высокие личные результаты и значительный вклад в развитие ветеранского движения. Я очень рад и очень доволен. Большое спасибо за это, за оценку моей работы. Я хочу пожелать всем ветеранам города хорошего здоровья с наступающим году. Дай Бог побольше веселой, спокойной жизни. В этом году городская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отметила свой полу-юбилей – 35 лет. Свой день рождения организация отметила чередой мероприятий – творческие встречи и вечера, мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные состязания, праздники города и микрорайонов. Мы очень много сделали, у нас были всякие поездки, мероприятия по скандинавской ходьбе. Ну, в общем, все сразу сейчас не скажешь, не опишешь, но год был у нас насыщенный, этот год насыщенный. Просто вот хочется отметить, что действительно организация стала такой мощной, сильной, я бы сказала. В преддверии Нового года для ветеранов подготовили праздничные мероприятия с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. Также в виртуальном концертном зале для пожилых людей показали новогодний концерт казачьего хора. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.